Новые следы потенциально опасного селфи. На крыше девятиэтажного дома аккуратно выписаны слова поздравления. В погоне за лайками очередная фотография уже в соцсетях. Мы как пользователи соцсетей, мы наблюдаем фотографии постоянно, видим в соцсетях фото с наших домов, пытаемся найти, выследить. Но зачастую, конечно, человека найти и спросить, как это происходит, не представляется возможно, что это дети. Под прицелом бугульминских подростков многоэтажные дома возле школ особой популярностью пользуются высотки по улицам Ленина, Суворова, Чайковского. Управляющие компании запасаются замками. В месяц приходится менять около ста штук. Ломают замки, сбивают, где-то спиливают, где-то выкручивают. Проблема остается открытой. Обращались с участковым. Герой экстрима – подростки в возрасте 11 до 17 лет. Поймать с поличным покорителей бугульминских небоскребов пока не могут. Я общалась с этими подростками. Во-первых, это не из нашего дома, из четвертого дома бегают. Делить крышу с фотоохотниками подростки дома по улице Ленина 2 не собираются. Большинство из них противники селфи. Смотря где они делают, с краю или просто на высоте. Ну как бы можно, только если они сами позаботились о своей безопасности, тогда можно. А ты бы сделал? Нет, я сам селфи не делаю. А вот представитель соседней многоэтажки не прочь получить очередную порцию экстрима. Я бы тоже поднялся на 9 этаж и сделал. Но это страшно и опасно. Ну да, можно упасть. Чувство взрослости. И подросток, стремясь быть взрослым, он вот таким образом реализуется через, в частности, через экстремальные возможности селфи. Большинство смертей, связанных с селфи, случается из-за падений с высоты. Однако ужасающая статистика не пугает смельчаков. Крыша манит, говорят они. Юлия Шабанова, Дмитрий Архангельский. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.